Друзья, хотел мимо этой темы пройти, но всё-таки, я думаю, надо ответить. Есть такая певица Валита, вы её всё помните, да? Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что не понравилось это такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня вырезать из всех существующих новогодних передач. Это была на той главной вечеринке. И вот сегодня телеканал Бриф пишет её комментарии. То есть она вот к нам так обратилась. Я прочитал, что мои концерты по стране отменены по просьбе общественников, то есть нас с вами, потому что они не считают меня достаточно раскаившись. Я хочу начать с вопроса. А где вы были? На протяжении очень многих лет я ездила по госпиталям во время разных вооружённых столкновений. Я покупал аппаратуру, я делал всё возможное, чтобы в палатах могли бы хоть смотреть телевизор с разными разыскательными программами. Меня сняли с поезда, когда я поехал на Украину навестить дочь. Мне дали 10 лет невезда запрещения Крыма. За мой счёт сделала не одна операция. Об этом я раньше не говорил. Я одна из первых, кто пёл концерты в Донецке и Луганске. Я про это всё писал, а вам было это неинтересно. Откуда такое желание видеть людей раздавленными? Пожелание спиться. Слушайте, когда уже со стороны моей Родины начали писать, чтобы ты сдохла, тварь, чтобы сдохла вся твоя семья, я так хотела сказать, побойтесь Бога. Именно поэтому я буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Вот хочу ответить, Валите. У вас это всё, вот это вот, это какой-то сценарий прописан, вам где-то его прописали? Вы, наверное, помните Ани Лору, которая тоже где-то заявила, что она там помогала, по-моему, детский дом кому-то. А потом, когда Никита Сергеевич Михалков созвонился этим детским домом, и оказалось, что никто никому не помогал. Это был фейк. Вам где-то написали сценарий, не первое, или что? Вы думаете, что это всё не проверяется? Почему вы тогда молчали об этом раньше? Об этом никто не писал, не говорил. Я помню, допустим, когда... В одном из, по-моему, не ошибаюсь, украинских, по-моему, СМИ, вы заявили, что мы там москали, да? Поскольку я помню. Это было заявление, по-моему, это в Антоне всё есть, в Антоне всё помню. А ты же родилась не на Подоле. Я Мукачевская. Вот, Западная Украина. Западная Украина. А, ребята. Хотя о москалях поговорим. Клятые москали. Нет такого же. Ну, заклят. Москаль, они не брать. Вороги? А что москали? Ну что? Их треба потреблять. Что я и роблю? Вот и всё. Мне кажется, их хватит. И сейчас вы понимаете, что благодаря нам вас везде убирают, вырезают, вам не дают возможности выступать. Вы начинаете придумать вот такие вот какие-то вот заметки. То, что вы где-то там принимали участие, помогали, ещё что-то делали. Насколько я помню, что вы поддерживали ту сторону, когда избрали там президента одного комика-поломого. Здесь вас нету. Вы ездите концерты, даёте, у вас один концерт начинается от трёх до пяти миллионов рублей. Вы хотя бы могли бы вот на эти три или пять миллионов рублей собрать какую-нибудь фуру и поехать туда помочь нашим ребятам. Вас не просят там спецтехнику накупать там, да, там. Вас просят просто отрезать там содействие там едой. Но я уверен, если я вас сейчас призову поехать туда, может быть, вы и поедете действительно, потому что у вас безвыгодная ситуация. Потому что вы понимаете, что вас отрывают от кормушки потихонечку. И как бы у Киркорова, понятно, там у него административный ресурс побольше, чем у вас. И, соответственно, вы понимаете, что вам теперь только остаётся выступать где-нибудь в Тигром-канале. Не больше, не меньше. И где-нибудь в коробе ходить песни петь. Но и то, я думаю, вас и там скоро приглашать не будут. Вы кому здесь за дураков-то держите? Кому вы здесь вообще рассказываете, что вы ездили туда, помогали там, вам там запретили не въезжать? Тут дураков нет. Это всё проверяется. Это же можно всё проверить. И сейчас всё, если окажется, что вы там действительно никуда и не приезжали, ну, это будет, конечно, вообще туда. Смешно будет выглядеть насчёт страны. Ещё раз напоминаю вам. Аня Лорак тоже заявляла, что она помогала. В итоге, ещё раз говорю вам, что Никита Сергеевич Михайлович перепроверил данную информацию. И никто никому не помогал. Или вы думаете, что вам прописали сценарий и сказали вот так вот сказать, написать. И что, вы завтра поедете опять, как Киркоров, в зону специальной военной операции, приедете, там, пофотографируетесь, подарите три пачки сигарет. И на этом всё, у вас жизнь поменяется. Вы будете дальше продолжать концерты давать. И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять её. Что скажу? Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит. Я вот в последний раз, а я больше не буду. Никто не знает, что будет. Кого сорвёт. Кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Да люди к вам ходить не будут просто. Люди просто вы, как будто этой голой вечеринкой, дискредитировали сами всех себя. Вы поддержали, так сказать, парад ЛГБТ, вот так назовём. А у нас в стране ЛГБТ запрещена организация. Это всё было сделано в День сотрудников ЛГБТ. То есть вы сами себя дискредитировали. И самое главное, что вы везде представляете нашу страну. Не ту страну, откуда вы приехали сюда, в Россию. И благодаря России вы стали, Валите Милевской, а не той стране, откуда вы приехали сюда. Давайте уж так говорить, как есть. А вам всё как-то здесь не живёт, всё плохо. Вы думаете, что если вы там вот с этими потусовались, у которых есть административный ресурс, и вы думаете, что вам кто-то помогать будет? Да никто вам помогать не будет. Вы будете выживать сами по себе каждый. У Киркова свой административный ресурс, у Собчак свой, у Биланов свой. А у вас, получается, его нету, что получается. У вас везде убирают, вырезают. И не дают возможность вам зарабатывать деньги. Я считаю, что это правильно. У вас надо чуть приземлить. Вы эти деньги уже, я так понимаю, некуда уже вкладывать. Понимаете, у вас, вот я посмотрел ваш рейтер, да, там, ну, я был удивлён. От трёх до пяти миллионов концертов. Вы только по Подмосковью хотели прокатиться, здесь собрать около, там, пятидесять миллионов. Ну, слушайте. И вы ещё говорите, что я там помогаю, телевизор там купил, там, там. Вы хотите зарабатывать миллионы, миллиарды, дарить сигареты, пачку там, и телевизоры. И на этом думаете, что как бы это, вы такие все святые, правильные. Да нет, послушайте. Вы должны дарить туда фуры везти, фуры, машины. Вот это да. А вы везёте там три пачки сигарет, там, какую-то песню спели. Кому ваша песня нужна? Она там никому не нужна, ваша песня. Она никому не интересна. Приехал там, одну песню спеть. Вот Киркоров ещё же песню спел одну. А чьё ему песню спел? Вы не задумывались, чьё ему песню спел? А вы вникнете, чьё ему песню спел, а кто её написал, эту песню. Поэтому давайте уже мы это самое, ну, не будем заходить там далеко, так назовём, в дебри, да? Ну, по-моему, какой-то прописанный сценарий. И вы понимаете прекрасно, что ваша история заканчивается. Она закончилась тогда, когда вы уже были на этой голой вечеринке. Потом уже президент об этой ситуации высказался. Председатели Госдумы, депутаты в Госдуме начали об этом говорить. Уже законопроект там родился. Вы сами себя похоронили. Сейчас Киркоров там бодается. Ну, посмотрим, что сегодня закончится. Сто тысяч людей уже подписали петицию. Сто тысяч – это ни один, ни два, ни десять человек не стоит. Сто тысяч про дня подписали петицию. Поэтому, Валит, вы успокойтесь. И прижмите в своё одно место. И прекращайте вот эту панику на данном месте. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. А то ещё потом окажется, что вы никуда не ездили, никому не помогали. И это будет смех. Поверьте мне. Друзья, заходите в комментарий канал, подписывайтесь. Это видео я сейчас выложу там. И пишите комментарии по этому поводу, что вы думаете.